Всем здарова, ребята, с вами Букрей, и сегодня у нас тестирование двух лютейших бич-пакетов из Китая. Я думаю, что многие видели видос у Обломова, да, как он пробовал, кстати, вот такой же бич-пакет с таким же вкусом, и он очень сильно от него краснел, это было прям остро. Я, ну, далеко, у меня вот этот уровень восприятия острова, ну, мне кажется, у меня намного ниже. Я буду сегодня пробовать вот такой бич-пакет. И еще у меня есть, ну, он лютый в плане своего вообще смысла, да, это самый лютейший бич-пакет вообще, наверное, в мире. Но этот не острый, да, это у нас томаты. Я хочу сегодня эти два бича попробовать. Смотрите, ребят, цена вот этих бичей в Китае 7 долларов, но они продаются только в Китае, то есть нет прямой доставки из Китая. В этом, конечно, тоже есть проблема. Я заказывал через сервис Miss China, да, но есть куча других таких сервисов, не обязательно именно этот сервис использовать. Ну, то есть учтите, что за доставочку еще за килограмм где-то 7-8 долларов из Китая, возможно, придется заплатить, учетом того, что вес такого пакетика как бы грамм 800, реально. То есть здесь почти килограмм жрачки в каждом пакете. Но если вы живете в Китае, ребят, это вообще темка 7 долларов, и вам не нужно ничего, кроме воды и этого пакета. Все, никаких чайников, заваривальников и так далее. Я уже пробовал один бич-пакет, он мне очень понравился, но сегодня я решил попробовать следующий. Вам вроде бы это тоже все понравилось. И, ребят, наверное, мы прямо их сразу вместе и тот, и тот пакет будем заваривать. Главное не перепутать. Вот этот острющий, обломовский, все заваривается прямо в этой упаковочке. То есть вот такая красивая черная упаковка, очень-очень плотный пластик. Давайте откроем. Кстати, видите, дырка есть. Есть дырочка, чтобы выходил пар. И здесь уже куча всяких няшностей, понимаете, внутри. То есть пакетик с каким-то мясом, здесь прям чувствуется на ощупь. Здесь какая-то лапша, тазик, в котором все это будет вариться. И еще раз-два пакета, да, в комплекте. И нагреватель. То есть вы из этого всего, сейчас мы сделаем, не вы, а мы сейчас из этого всего сделаем обед. Обед. И, кстати, что здесь вот по приборам, что очень прикольно, тоже они в отдельном пакетике. Здесь есть ложка, чтобы попить бульончик. И есть палочки, чтобы, ну, если вы китаец, туда-сюда, короче, палочками чердык-чердык. То есть раз, собрали. И у вас есть еще полноценные палочки. То есть вы купили такой бич-пакет, вам нужна вода. Все, все. И у вас прям мощный, свежайший обед получается. Короче, сейчас переставляю камеру. И давайте смотреть, как вот эти начинки визуально чисто отличаются. Что внутри этих пакетиков. Сейчас все глянем. Я уже, ребят, начал здесь Q10, я камеру забыл включить. Короче, я принес весы, я хочу посмотреть, сколько здесь без бульона чистой еды будет, да. То есть вот вы видите, мы будем собирать, собственно, в эту мисочку все, что нам нужно. Здесь, мне кажется, длинная доля стоимости вообще этого бич-пакета, это вот этот нагреватель, да, который очень прикольный. Так, ну, такая стеклянная лапша, мы ее сюда добавляем. 100, ну, короче, 100 грамм лапши. 100 грамм лапши вы уже получаете. Следующий пакет я хочу открыть. Здесь мясо, здесь, походу, мясо, я думаю, он большой. Достаточно объемный, и нужно открывать аккуратно, чтобы не забрызгаться соусом, потому что китайские соусы очень мощные, как мне кажется. А, нет, вода... А, нет, это не мясо. Это маринованные разные водоросли, овощи и так далее. Смотрите, да, как они выглядят. И мы их тоже сюда прямо-таки добавляем. Здесь их дохренище, здесь вот эти корни или, как их, лотоса. И у нас уже общий вес 302 грамма. Уже без бульона 302 грамма. Овощей реально дохрена. Ну, вот, серьезно, вот реально дохрена. Вот этого лотоса дохрена. Здесь вот таких водорослей дохрена. Ну, в основном, да, в основном здесь какие-то водоросли и лотос, да? Но окей, все равно уже очень даже неплохо. Даже на данный момент у нас 303 грамма. Ну, короче, походу, 200 грамм овощей. 100 грамм лапши. Ребят, это рецепт идеальной лапши, походу, я вам рассказываю. И здесь уже где-то говядина, где-то какой-то соус, скорее всего. Очень все прикольно, что в таких, знаете, качественных пакетах. Неголимые пакеты, реально качественные. И аккуратненько, вот, вот здесь соус аккуратненько. Сейчас нельзя брызгнуть ни на что, потому что китайские соусы, это, ребята, смерть, реально. Потому что я после прошлого видоса долго-долго оттирал. Ммм, ребят, пахнет офигительно. Вот китайским мясом таким пахнет, но очень вкусным. И прямо остротой уже пахнет прямо оттуда. Я вам хочу просто показать. То есть, смотрите, это не какой-то прям сублимат. То есть, это прям вот, сейчас переложим, давайте взвесим заодно сюда. И распределим там, то есть. И здесь, скорее всего, 100 грамм мяса. То есть, нет, чуть меньше, там, 75, скорее всего. Тоже с таким соусом все подоставать, все мяско. То есть, это реальные куски говядины. Они волокнистые. То есть, я вам сейчас попробую разломать, чтобы показать. У нас, кстати, вес 365 грамм сейчас. Без бульона. Это нормальная порция. Мне прям так хорошо не получается разломать, ребят. Но это мясо. Это прям большие куски мяса. Их здесь там 60-70 грамм. Не так прям много, но это здоровенные куски мяса. А ну, если его даже просто так, без нагрева попробовать. Острое, но не острое, интересно. Так, вот здесь маленький кусочек. А ну-ка. Оно очень вкусное и очень острое. Вкусное китайское острое мясо. Последний штрих, это соус вот этот, да. Супер мощный тоже китайский острый соус. Давайте посмотрим, что у него внутри. Здесь, ой-ой-ой, уже все течет. Надо очень аккуратно. Но я знаю, что этот соус, капец, он сразу полился, ребят. Я не знаю, даже стоит ли мне его весь добавлять. Потому что я офигею. Это вообще какой-то как перец концентрированный, мне кажется. И всего у нас, короче, 410 грамм получается. И я соус вот этот можно, там еще было, да. То есть, короче, 420 грамм. У нас чисто вот эта порция. Без бульонов, без ничего. Капец, вот это реально, это все перец. Это все перец в каких-то приправах, в каких-то маринадах. Он прям пахнет перцем. И, походу, с помощью этого перца блюдо будет очень острым. Все, весы нам, ребят, не понадобятся. Дальше, что мы делаем? Ребят, ну, во-первых, можно чуть-чуть здесь вот так это все немножечко как бы размешать, помешать. Но оно сейчас будет готовиться с водой на пару. Оно, в принципе, само все перемешается хорошо. И теперь просто заливаем водой наш водонагреватель. То есть, мы купили бича, мы купили бутылку. Все, нам больше ничего не нужно. Заливаем его. Ну, там есть метка, по которой нам нужно залить водой. Здесь, кстати, наверное, полулитровой бутылки вообще хватит. Ну, вот так зальем. Этого достаточно, я думаю. Немножечко его притопить там, чтобы он точно подействовал. Но я думаю, что он и так подействует. Все. Теперь, пока он там разогревается, ставим сверху нашу кастрюлю. Поставили. И здесь заливаем тоже есть до определенной метки водой. Заливаем, 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 заливаем. Здесь бульоном, ребят, вообще будет, наверное, грамм 600-700. Раз. Да, кстати, скорее всего, литровой бутылки воды примерно должно хватить на все это дело. И теперь просто закрываем нашей крышкой, отставляем и ждем. Ребят, я вот так в стороночку оставлю, вот сюда. Но вы будете видеть, как отсюда будет переть пар. А мы тем временем приготовим следующий бич-пакет, который томатный, который не острый. Но его тоже очень интересно попробовать, потому что я не суперлюбиней. Я люблю остренькое, но не такое остренькое, походу. Что у нас здесь в комплекте? В принципе, все то же самое. Давайте смотреть сразу содержимое пакетиков, когда будем их высыпать. Ребят, вы слышите этот звук? Котелок варит конкретно. Начал варить, потом прекратил. По-моему, 15 минут там написано, что это все должно у нас происходить. Следующее. Я думаю, что по весу здесь, по весу здесь, я думаю, что то же самое. Нет смысла перезвешивать. Лапша здесь другая. Ребят, здесь другая лапша. И, кстати, по весу она ее меньше. То есть вот такая. Стоп, если то я назвал стеклянной лапшой, это тогда какая? Вот это больше похоже на стеклянную. То есть здесь разная лапша. Кстати, непонятно почему. Нет, что-то там варит. Но вначале реакция была более бурная. Окей, лапшу высыпали. Дальше огромный пакет тоже овощей. Возможно, здесь, кстати, будут другие овощи. Давайте позырим. Блин, они у них пахнут очень вкусно. Вот овощи маринованные, реально пахнут очень вкусно. Высыпаем сюда. Да, здесь я вижу уже кукурузу. Здесь я вижу такие же водоросли. Здесь еще что-то оранжевое. То есть тоже много вот этого лотоса. Но есть кукуруза. Есть как непонятно что-то оранжевое. Сейчас я это попробую. Прям вот интересно. Совершенно непонятно, что это. Вообще, кстати, здесь по-любому есть грибы. Здесь внутри по-любому есть грибы. Потому что я только что взял вот эту красную штуку. И она прям с грибным таким ароматом. Следующий пакет. Я не знаю, есть ли в этом биче мясо. Давайте посмотрим. Так, это у нас пахнет мясом. Пахнет, но это уже скорее всего больше похоже на какой-то фарш, да? На какую-то курицу. Но там была явно говядина. То есть вот такие дела. И последнее это соус. Здесь он скорее всего будет томатный. Потому что бичара у нас томатный. Да, такой томатненький. Ребята, соус это прям чувствуется. И вот сюда тоже заливаем. Посмотрите. О май гадабл. Это очень солидно смотрится. Блин, это походу будет очень вкусный бичара. Соус совершенно не острый. Даже немного сладенький. И здесь еще один пакетик бонусом. И это походу, да. Ребят, это походу вот такие сухарики, чипсики, да? Которыми уже, наверное, в готовый суп нужно добавлять. Очень вкусно. Просто как чипсы какие-то вкуснейшие. Ну и в принципе, ребят, все так же. Заливаем наш разогреватель. Ставим тарелочку. Кстати, здесь он, наверное, из-за этого не видно. Ох, он горячий. Ставим сверху тарелку. И сюда тоже наливаем воды. Кстати, вот полтора литра, наверное, как раз на два бича, да? То есть 0,75 нужно на бич. А ну-ка. Да, ребят, прям ровненько. Прям ровненько хватило. Все, ждем реакцию. Теперь там минут 10-15 ждем, пока наш бич сварится. Самая главная вещь, мне кажется, это вот простота, да? Что раз, раз, все. У нас тут, блин, килограммы еды готовы. Ничего не нужно делать. И это не просто, типа, ты залил какую-то милинку. А там и овощи, и мяско есть, и соус какой-то есть. И даже здесь какие-то вот эти чипсики, которые нужно, кстати, выдержать, не сожрать, пока не приготовится твой бич. Ждем и пробуем. Ребят, я отошел буквально на 5 минут, да, в другую комнату. То есть захожу, здесь такой аромат, реально вкусный, азиатской еды аромат, серьезно. И слушайте этот звук. Да, уже почти готово. Давайте пока вот этот бич наш доваривается, мы посмотрим, во что вот этот наш бич превратился. Но смотрите, я хочу сначала попробовать не острый. Потому что мне кажется, после острого я уже ничего не смогу понимать. Так, ребята, смотрим, открывает букреев, открывает крышку, и о май гад. Здесь куча конденсата, куча воды, и посмотрите, как вот эти кусочки мяса, как они разварились, как они смотрятся, господи, прекрасно. Пахнет вот прям, знаете, острым мясом, вот этими острыми снэками китайскими, не знаю, я говорю, знаете, знаете, может быть, кто-то не пробовал, но мне приходилось пробовать прям. Ну, это какая-то специфическая определенная приправа, и она всегда вот так пахнет. Здесь прям вот смотри, вот я хочу вам просто показать, что это реальные куски мяса, прямо волокнистые, с жирком там, со всей фигней, то есть это нажористо, это наваристо, и сам соус достаточно жирный. Овочки здесь плавают, и все прекрасно. А, вот она, вот эта лапша, посмотрите, какая она офигенская на вид получилась. Кстати, надо конкретно замешать. Лапша выглядит очень прикольно. Вот такая прям реально стеклянная, прям прозрачная. Реально прозрачная-прозрачная лапшичка. Прям поближе хочу вам показать, вот так. Интересно, будет ли она сама по себе иметь какой-то вкус. Ну что, томатный, ребята, тоже заварился, давайте поближе посмотрим. О май гад, это мясо так забавно разварилось, вот этот куриный фаршик, он очень забавно разварился. В принципе, оно похоже как бы друг на друга, конечно же. Сейчас я его чуть-чуть замешаю, еще даже чуть-чуть есть запах. Кстати, вот этот сам разогреватель, он не вонючий. Смотрите, там прямо говяжьи куски мяса. Вот это, это здесь, ну вот я не знаю, как это назвать. Это просто какие-то куриные кусочки. То есть хрящики всякие, куриные шкурочки, кусочки. Не знаю, ребят, как вам это показать, но вот такое что-то. Здесь также вот такая тонюсенькая лапша. Здесь также куча-куча овощей. Здесь также куча грибов, куча вот это, что это такое? Что это такое? И, естественно, нужно сюда добавить еще вот эти штуковины. Слушайте, ну пахнет очень вкусно. Пахнет действительно вкусно, и я хочу это попробовать прямо сейчас. Добавляем наши сухарики сюда, прямо вот так. Ложка, кстати, достаточно маленькая, и тут как бы вот, чтобы всю композицию попробовать, не получится. Так, ну я буду брать овощи, буду брать лапшу. Так, я пока еще не оценил вкус. Короче, вот это кусок... Кусок. Короче, ребят, пробую кусок. Это, знаете, как слегка недоваренная картошка по вкусу была. Я думаю, что это просто другая часть вот этой штуковины. Блин, он такой тяжеленный этот, хрен, его не могу понять. То есть оно как картошечка недоваренная слегка, хрустящая картошка. Окей. Дальше есть грибы. Вот это, походу, какие-то грибы или водоросли. Давайте попробуем их. О, даже можно будет с мясом захватить, да, чтобы какую-то композицию попробовать получить. Но оно, блин, достаточно такое скользкое, хрен возьмешь. Пробую. Офигенно. Не чувствуется, что это какие-то шкурки или еще что-то. Хрустящая, хрустящая вот эта фигня. Гриб, не гриб, хрен его знает. Хочу пока попробовать бульон с вот этими штуками. С чипсами этими. Слушайте, вот этот бич-пакет, вот этот бич-пакет, он томатный называется. Там что-то было море какое-то, морепродукты написано, что-то связано с этим. Но ничего тут нету морского. Он охеренный. И такой пакет реально сможет съесть любой наш европейский человек спокойно. Просто ты обожрешься, если его сожрешь. Он огромный. Бульон насыщенный. Томатно-кисленький. Овощи топчик. Короче, сейчас нужно захватить лапшу и попробовать лапшу. Вот это мясо, которое куриное, не куриное, сейчас я вам выловлю, постараюсь показать. Вот давайте я на ложечку прям вам возьму, покажу. Оно на вкус не такое, как на вид. Вот серьезно, смотрите. То есть на вид это как будто какая-то жилка. Но по вкусу оно вкусное. То есть ты... Оно как фарш. Как какой-то фарш. Очень похоже на фарш. Короче, пробуем лапшу. Сам вкус лапши, ребята, нейтральный совершенно. Она впитывает вот этот вкус бульона. Впитывает вкус бульона. И становится просто такой... Ну так, знаете, как основа, как гарнир. Со вкусом бульона, да? Так она особо прям не чувствуется. А ну-ка, кукуруза, интересно. Просто вареная или какая-то маринованная? А ну-ка. Кукуруза тоже маринованная. Ребят, топчик. Он очень, кстати, похож на тот пакет, который я в прошлый раз ел. А я вот эту не пробовал еще оранжевую фигню. Вот, я сейчас возьму и лапшу, и оранжевую фигню. И все вместе здесь возьму, попробую. И уже точно какое-то впечатление будет складываться, да? То есть смотрите. Вот так возьму. И прям с лапшой, с вот этой всей фигней. Вот это прям сейчас попробую. Очень вкусненько. И кисленько. Можно, можно самому сюда перца набухать, будет еще вкуснее. Сильно, когда нет перца вообще, да? То есть, ну такое. Хочется все равно, чтобы было остренько. А не, ребята. То было что-то другое. Этот намного более хрустящий. Вот этот лотос. Блин, топчик. Охрененно. Хорошо, ребят, с этим бичом понятно, да? То есть, если даже будете заказывать в Китае, если самостоятельно, с Таобао. У меня есть видос, как покупать на Таобао. Я оставлю вот здесь в подсказках. Он показан для мисс Чайны, но можете не мисс Чайны заказать. Принцип не меняется. Короче, теперь я готов попробовать говяжий острый, реально острый суп. Посмотрите, тут прям вот один его цвет говорит о том, что он мега острый. То есть, я сейчас, наверное, буду охреневать. Он как раз у нас подостыл. Но это реально, ребят, это такая бодяга еды. Вы обожретесь. Взрослый мужик обожрется, когда съест вот это, ребят. Ну, реально просто, посмотрите. Лапша вообще разваривается. Я не знаю, конечно, какая у этой лапши калорийность, но она разваливается. Здесь просто дохрена целый тазик еды. Я думаю, стоит начать, наверное, с кусочка мяса. Попробовать мясо. Какое оно стало, когда проварилось вот этим соусом с перцем. Немножечко, конечно, горячо будет. Где вода? Не, на самом деле терпимо. Ребят, вот я ел острый попкорн. Сам острый попкорн в мире. Жжение совершенно другое. Здесь вот такое жжение, такой перец, наверное, какой-то определенный, тебя сразу бросает в жар. То есть жжение совсем не такое, как было в попкорне. Потому что сразу бросает в жар, именно моментально. И вот оно прям покрывает твой рот. Очень прикольно, но это острый, ребят. Это реально остренько. Такое не факт, что понравится прям каждому человеку. Но я, кстати, могу такое есть. Не знаю, смогу ли я съесть целую огромную бодягу такого супа достаточно острого. Но вот так чуть-чуть покушать точно смогу спокойно. То есть вот эта острота, она проходит. Она приятная острота. Сейчас, ребят, запробую лапшу. Она здесь чуть-чуть другая. Она потолще такая, знаете, помассивнее, посерьезнее, да. То есть смотрите, там была совсем тоненькая. Здесь такая помощнее. Сейчас попробуем. А вот здесь у лапши есть свой вкус. И структура совершенно другая. Лапша в этом биче намного лучше. Вот такая лапша мне намного больше понравилась. Для мяса, правда, остынет. Она, знаете, правда, такая у нее структура, но не слезняковая. Но есть еще что-то такое. Есть чуть-чуть. Не плотная лапша. Но она по вкусу очень прикольная. И хочу вот эту водоросль попробовать по отдельности. Ну, просто водоросль. Вот водоросль мне не очень нравится. Я просто сам по факту, ребят, не люблю водоросли. Честно, я ожидал, что сам бич будет намного острее. Он острый. Особенно мясо острое. Но это нормально. Это терпимо. Но вот тот соус, который мы заливали сюда, он острый. Но мясо само по себе в очень остром маринаде. И мясо здесь получается самое острое, что есть в этом вот пакете. Мне попался с жироком. Жирок здесь вкусный. Ребят, четенько. Хочу теперь лапшички. Лапшичка очень понравилась. Такие слезнячки, ребят, по ним все стекает. Очень сочные. Пробуем. Нет, ну по сравнению с этим, этот бич сверхострый. Реально сверхострый. Но зато здесь мясо, оно прямо как мясо. Вот особенно вот на этом куске видно. Ну прямо вот мясо как мясо. И у меня, кстати, уже начинает вокруг рта все печь. То есть это остро. Это остро, но терпимо. Нет, это уж вкусно. Надо с говядиной найти не острый. Не острый бич пакет с говядиной нужно найти. Это, наверное, очень вкусно. И просто поперчить ему самому. Потому что, честно, будет сложно мне, например, съесть вот столько-столько острого всего. Да, лапша не такая острая, как мясо. Но она тоже острая за счет того соуса. Я его еще... Не, я его полностью, кстати, положил. Вкусненько. Реально вкусненько. Ну что, ребят, сказать? Я считаю, что это очень-очень крутая штука. И если это бы у нас продавалось там за 10 долларов, да? То есть даже 250 гривен, 600 рублей. Вот такой бич бы продавался, да? Его бы покупали. Потому что это прям целая тарелка огромной еды. Острой еды, неострой еды. И той, которую ты хочешь. И здесь все качественно. Здесь хрустящие овощи. Здесь все это вкусно. Это не просто бич пакет из пакета, да? Мивина там какая-то заварная. Это прям полноценная тема. Это прям, ребят, реально полноценная тема. Полноценное вот такое первое блюдо. Офигенское, короче. Ребят, я постараюсь вам ссылку оставить в описании, если найду. Если нет, то просто чисто визуально ищите на Таобао. Я его таким образом и нашел. Написал, типа там, лапша быстрого приготовления. Поставьте там цену, да? Я не помню, сколько это в юанях. Но можно перевести через конвертер. Посмотреть. Около 7-8 долларов он стоит. Можно найти. На этом, в принципе, ребята, все. Очень крутые бичи мы с вами сегодня попробовали. Я надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, то поддержите Букреева лайком, ребята. И обязательно подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok